Весна не повод для радости. Жильцы пятого дома на улице Единства, что в микрорайоне Гидрономыв городского поселения Белый Яр, обратились в редакцию телеканала Сургут-24 с просьбой о помощи. Во всех десяти подъездах с пятого по первой этаже течет вода с крыши. Не реагируют на жалобы как управляющая компания, так и застройщик. Кто виноват и что делать, расскажет Татьяна Расторгуева. Весенняя копель жителям пятого дома на улице Единства в районе Гидрономыва радости не принесла. Ведь они любовались ей не за окном, а в собственных квартирах и подъездах. По проводам течет вода. Вообще света здесь не должно быть. Здесь должно быть все выключено. Это замкнет в любой момент. Если человек коснется проводов, он может получить удар током. Вот тут видно, что все швы текут. Для того, чтобы весело побегать по лужам, юным жильцам дома тоже можно было не выходить за пределы подъезда. Достаточно переступить порог квартиры. Лужи у квартир здесь затопило по факту все квартиры. Все 20 квартир с пятого этажа щитки вон все насквозь мокрые. Первые признаки этого водопада собственники заметили в 8 вечера. Первая логичная реакция – позвонить в аварийную службу управляющей компании. Однако на том конце провода ответили – приедем завтра утром. Да вот только визит специалистов особо не помог. Они приехали утром, ничего нам не показали, походили, с одной крыши снег чуть покидали и все уехали. То есть вся работа их. Хотя в законе, в законодательстве четко прописано, что течь в партии устраняется за сутки. Осознав, что управляющая компания за ручьем помочь не может или не хочет, собственники обратились к застройщику. Однако и там отклика не нашли. Не захотели общаться представители компании ДСК-1 и с нашей съемочной группой. Ситуацию прокомментировали письменно. Протекание произошло из-за больших объемов снега. На данный момент причина протеканий устранена. В ближайшее время будут устранены все последствия протеканий в рамках гарантийных обязательств. К сожалению, текущая крыша – не единственная беда, с которой столкнулись собственники с момента переезда в квартиры. В феврале месяце так получилось, что нам удалось узнать, что у нас здесь была проблема с канализацией. Все было перемерзшее. И получается, мы также обращались и в администрацию, писали, и непосредственно в УТВИФ писали в организацию, запросы делали. По какой причине? Почему это все не отапливается? Почему это все не устраняется? Все вот эти нюансы. И как нам ответили уже через 30 дней, как они отвечают, что уже все сделано, все нормально, все работает. Если с канализацией вопрос как-то урегулировался, то с потопом с пятого по первый этаж до сих пор нет. Спустя неделю после визита в дом нашей съемочной группы проблему до конца так и не устранили. В пятом и седьмом подъездах по-прежнему водопад. Как объяснил юрист, за ущерб, нанесенную общедомовому имуществу после сдачи объекта, отвечает управляющая компания. То есть обращение жильцы должны направлять именно туда. Если УКПа считает, что виновен застройщик, она перенаправляет жалобы ему. В отношении порчи имущества внутри квартиры порядок действий другой. В этом случае сам гражданин, сам собственник этого жилья имеет право обратиться к застройщику напрямую и попробовать взыскать какую-то сумму того ущерба, который ему нанесен. Для этого нужно в любом случае оценку этого ущерба делать, то есть предъявлять какую-то конкретную сумму ко взысканию. С точки зрения закона компенсировать нанесенный ущерб обязано именно то лицо, которое этот ущерб наносит. Соответственно, здесь нужно будет доказывать именно вину либо застройщика, либо управляющей компании в зависимости от того, вследствие чего произошла эта протечка. Кто виноват, должна решать строительная экспертиза. И процесс установления причин долгий. Сегодня собственники направили жалобы застройщику и в управляющую компанию. В ближайших планах жильцов – обращение в прокуратуру. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.